Максим, как меняется в обществе запрос на качество? Знаете, несмотря на не самую простую экономическую ситуацию, которая у нас сложилась в прошлом году, мы видим удивительные цифры, любопытные цифры. Более 87% наших потребителей заявляют в анализах, которые проводит Центр изучения потребительского поведения Роскачества, что они не готовы идти на компромиссы в вопросах качества ради цены. И вот этот запрос, эта потребность людей покупать качественное, мы видим ежедневно. Вы знаете, что Роскачество с момента его создания правительственной страны, более пяти лет назад, формирует вот это общество умного потребления. И похоже, у нас действительно получилось. Требовательный потребитель, умный потребитель, потребитель, который разбирается в информации о товаре. Те потребители, которые постоянно посещают наш портал, пользуются нашим мобильным приложением, социальными сетями, их число растет. Около 13 миллионов человек. Это та аудитория, которая еженедельно знакомится с материалами Роскачества о том, что надо покупать, на что надо возвращать внимание при покупке, на что надо смотреть, какой товар надо выбирать и смотрит, какой рейтинг у того или иного товара. Вот это чрезвычайно важный факт, который мы в ежедневной работе своей отмечаем. А каким товаром сейчас у экспертов Роскачества больше всего вопросов? И вообще в чем суть этих вопросов? Какие претензии чаще всего встречаются? Вы знаете, вопросы у нас есть ко всем товарам и услугам, которые есть на рынке, потому что Роскачество в своей деятельности как мониторинговый институт должно быть таким потребительским навигатором. Рынок товаров и услуг огромный. Для того, чтобы потребитель объективно на этом рынке ориентировался, мы должны рассказать потребителю о каждом товаре, который его интересует. Обо всем, что интересует вас, обо всем, что интересует наших коллег, которые здесь присутствуют сегодня на форуме. Если говорить об основных страхах или сомнениях у потребителей, или тех проблемах, которые в департаменте исследований Роскачества находит, мы видим, что блоки практически не меняются. Первое, людей интересует состав продукта, насколько продукт фальсифицирован, не фальсифицирован. И здесь подмена видов сырья или незаявленные ингредиенты – это те проблемы, с которыми мы встречаемся во многих товарных категориях и успешно справляемся. Второе, конечно же, очень важно для потребителя, насколько продукт свежий, насколько продукт безопасный. С этим страхом, который я специально не назвал на первом месте, хотя он основным, действительно он потихоньку перемещается на второе место, потому что в общем-то в обществе сформировалось, в отличие от ситуации еще несколько лет назад, понимание, что в основном на рынке товарам можно доверять, по крайней мере, с точки зрения безопасности. Но и здесь мы находим нарушения в температурной цепочке и работаем с торговыми сетями, с логистами, с производителями, для того, чтобы товар не портился от пути от производства до торговой полки. Мы находим также какие-то проблемы, связанные с превышением антибиотиков или пестицидов или средств защиты растений в продуктах, чего мы точно встречать не должны. С этими проблемами мы также совместно с коллегами из торговой сети и с производителями справляемся. Я правильно понимаю, что больше пяти лет существует Роскачество, потребители у нас умнее, то есть у вас сейчас такой некий симбиоз с потребителем, и вы вместе учите, то, что учите, требуете у производителей, у ритейлеров, так, чтобы качество росло, повышалось. Вот насколько сильна вот эта вот потребность в обратной связи именно от потребителя? Насколько сильно вы на нее опираетесь? Да, Роскачество – это и есть коллективный потребитель. Так как вы знаете, все общество знает, каким образом Роскачество работает, наши эксперты отбирают на полках всех магазинов в нашей стране продукцию, отправляют в наши лаборатории, выбранные соответствующим образом, и доводят до потребителя информацию о результатах этих исследований. Мы являемся коллективным потребителем. Мы несем те же самые риски при приходе в магазин. Как их покупать? Мы отбираем те же самые товары, которые покупает обычный человек. Мы не идем куда-то на склад, нам не приносят в кастрюльке специально сваренный продукт. Мы покупаем эти продукты на полках. И в этой связи для нас, конечно же, коммуникации с гражданами, они являются основными в нашей работе. Вот то общество просюмеров, профессионал-консюмеров, умных потребителей, которые мы вокруг себя создали и создаем. Это база для потребительского рынка страны. А какие новые категории в ближайшее время попадут под Ваши исследования, под ОКО экспертов Роскачества? В самое ближайшее время это будет, лето наступает, поэтому это солнцезащитный крем. Это и какие-то продукты легкой промышленности. Мы же, естественно, будем исследовать, как всегда, школьную форму, которую к новому школьному сезону будут покупать родители. Конечно же, это будут продукты питания и молочная категория, мясная. Детские товары, которые так интересуют наших граждан. В общем, Вы знаете отлично, что 50, не менее чем 52 товарные категории в год, то есть каждую неделю по одной товарной категории проходит через наши веерные исследования. В этом году будет, безусловно, бытовая техника. Мы расширяем все больше ее сегмент. Вы знаете, что рейтинг смартфонов, мобильных телефонов от Роскачества это уже самый посещаемый, самый доверенный рейтинг наших граждан. Потому что, действительно, та линейка мобильных телефонов, которую мы исследовали, это широчайшая линейка. Мы делаем это исследование в лучших мировых лабораториях вместе с аналогичными международными русскачествами, нашими коллегами из других стран. Ну и, конечно же, винный гид России. Наш с Вами национальный винный гид. Это тот проект, который мы делаем с Минсельхозом и Минпромторгом России уже более трех лет, проверяя и глубоко исследуя российское вино. Делаем все, чтобы рейтинговать его, учить производителей и объяснять потребителям, что на рынке уже появились действительно качественные, хорошие российские вины, за которые нам совершенно не стыдно. То есть, на Ваш взгляд, продуктовый ритейл и производители за это время как-то меняют свое отношение к качеству? Скажем так, они стали, может быть, больше опасаться за свою репутацию, так как у них теперь есть вот такой орган сверху, ну не сверху, но, скажем так, сбоку, который все-таки смотрит и который пользуется популярностью, как Вы говорите, у потребителей. Во-первых, мы абсолютно уверены, что количество компаний, которые пришли на рынок на один день, снижается, их критически мало. А любой предприниматель, который хочет работать в долгую, он заинтересован в лояльности своих покупателей. А раз он заинтересован в лояльности своих покупателей, он заинтересован в получении высокого рейтинга своего товара у Роскачества. Потому что да, Роскачеству доверяют. Уровень знаний и доверия об исследованиях Роскачества с каждым днем растет. Мы достигаем уже, приближаемся к тем цифрам, которые существуют у наших коллег в других странах мира. А Вы знаете, что у немецкого Роскачества уровень доверия более 94%. То есть граждане не приобретают что-то, о чем немецкое Роскачество сказало плохо. У нас будет то же самое. Нам суждено точно так же воздействовать на товарный рынок. Мы уже на него очень сильно воздействуем. Мы видим, кстати говоря, находясь с Вами на неделе ритейла, я слышу от руководителей сетей, что они, во-первых, учитывают рейтинг Роскачества при введении товаров в матрицу. Во-вторых, они очень быстро, и мы это видим, более 67% сетей и производителей буквально в первую неделю после получения информации о результатах наших исследований сообщают нам о корректирующих действиях. О том, что они сняли с полки, что они поменяли в рецептуре, что они поменяли в упаковке. То есть мы получаем отчеты очень быстро. Это происходит сейчас практически в течение нескольких дней. И, конечно же, третье, это очень важно и в онлайн-платформах, и в маркетплейсах, и в интернет-магазинах, в офлайн-сетях. Мы сейчас сейчас с Вами видим рейтинг Роскачества в карточке товара, информацию о Роскачестве в качестве потребительской рекомендации. Это тоже станет общим местом. Все торговые сети будут размещать эту информацию на своих карточках. Это так же, как в других странах мира. Мы также с Вами разовьем потребительский рынок нашей страны. Еще одна интересная категория, по крайней мере, когда мы общались с производителями таких продуктов, они очень как раз сетовали на то, что не хватает им вот этих стандартов. Это эко, био, органик, то, что сейчас дико популярно, то, что в ЗОЖ везде. Какая работа в этом направлении предусмотрена, предстоит, планируется? Работа активно ведется. Вы знаете, что это самый растущий сегмент продовольственного рынка в мире. Ни один сегмент не растет так. На 17% в год в среднем за последние несколько лет вырос сегмент органической продукции. Честные органики, сертифицированные органики. В этом смысле нам приятно сказать, что нами был совместно с органами законодательной власти, совместно с коллегами из Минсельхоза, написан, создан закон о органической продукции, который вступил в силу год назад. За этот первый год Центр компетенций органической продукции, созданный на базе Роскачества, уже серьезно сформировал и базу стандартов. В настоящее время основные стандарты органические в стране приняты. И мы с вами можем уже говорить о том, что у нас есть честная российская органика с честным российским государственным органическим знаком. Около 100 производителей в настоящий момент получили сертификат. Вот не так давно в Совете Федерации Валентина Ивановна Матвиенкова вручила сотый сертификат компании, производящей органический хлеб, которая прошла сертификацию в Роскачестве. Кстати говоря, для производителей, наверное, должно быть важно, я думаю, что и для торговых сетей, которые эту работу ведут, для малых и средних предприятий орган по сертификации Роскачества ввел бесплатную сертификацию, продлил еще на этот год всю работу и по консультированию, и по сертификации, и по популяризации этой продукции Роскачество проводит. Вы назвали еще несколько терминов, эко, био, натуральные и так далее. Вот здесь, в этом смысле сейчас, пока на нашем рынке существует определенная законодательная лакуна, пока эти термины ничего не значат. Эко, био, в Евросоюзе эти термины приравнены к термину органик, и для того, чтобы назвать на продукте эко, написать эко или био, ты обязан получить органический сертификат и пройти всю процедуру органической сертификации. У нас для того, чтобы написать на продукте эко и био, должны быть только фантазии твоего маркетолога. И вот об этом мы рассказываем также потребителям. В сегодняшней ситуации эко и био – это просто маркетинговая уловка. До законодательного закрепления этих терминов можно точно доверять только продукции, на которой написано органическая, и на которой содержится знак государственного образца, наш с вами зеленый листочек. Ну, а то есть как-то вот ждать, когда, когда вот это все придет уже так же. Станут эти слова не просто словами. Какой-то есть, скажем так, осязаемый период времени, когда это может случиться? Да, сейчас мы находимся на втором этапе достраивания вот этого рынка продукции, зожевской, так скажем, продукции. Уже в Совете Федерации находится закон, прошел уже Государственную Думу, и находится закон о зеленой продукции, о продукции с улучшенными характеристиками. Это не органическая продукция. Это продукция, при производстве которой могут использоваться удобрения синтетические, могут использоваться средства защиты растений, но это продукты так называемого точного земледелия, интегрированного земледелия, когда при производстве данных товаров минимизируется ущерб окружающей среде. И на базе Роскачества также создан Центр компетенции в зеленой продукции, орган по сертификации зеленой продукции, поэтому все те товары и продукты, которые хотят получать теперь уже и зеленый знак, он называется зеленым продуктом, соответствующим зеленым стандартам, в ближайшее время могут обращаться в Роскачество. Я надеюсь, что закон вступит в силу достаточно быстро. Вы уже упомянули о получении знака качества, а вот что нужно сделать небольшому предприятию, чтобы такой знак качества получить? Это вообще реально? Государственный знак качества, тот самый заветный, заветная буква К в пятиугольнике, на настоящий момент этим знаком обладает около 250 российских товаров, действительно лучшие российские товары. Мы знаем, что именно этим товарам сети отдают приоритет при введении в матрицу. Мы знаем, что продажи этих товаров в год вырастают в среднем, вот по прошлому году, на 37%, и это цифры приблизительно сопоставимые каждый год. То есть это действительно ветер в спину любому маленькому региональному, любому производителю, международному производителю. Получение государственного знака качества в любой стране дорогого стоит, поэтому у нас эта процедура, естественно, абсолютно бесплатна. Это знак нами вручается по результатам наших веерных исследований только тем товарам, которые соответствуют опережающим стандартам, то есть они точно лучше конкурентов. Этому знаку, этому товару под этим знаком точно можно доверять. Для того, чтобы производитель его получил, ему нужно соответствовать этим опережающим стандартам. А ему нужно действительно произвести товар лучше, чем конкуренты. Что для этого нужно сделать? Нужно внимательно смотреть на портале Роскачества стандарты, которые мы разрабатываем, участвовать в этих рабочих группах нашего технического комитета, видеть, какие требования к тому или иному товару установлены для того, чтобы дотянуться до государственного знака качества и дотягиваться. В качестве примера вы, наверное, знаете, что, например, майонез можно производить по действующим национальным стандартам или техническим регламентам. Можно производить с консервантами, но можно производить и без консервантов, если у тебя высокая культура производства. И вот только тот товар, который произведен без консервантов, может получить государственный знак качества. А сколько в среднем вот эта процедура занимает или нет какого-то определенного срока? То есть вы можете изучать там и полгода, можете изучать там месяц? Это зависит от тщательности исследований. Я могу сказать, что после того, как мы проводим веерные исследования любой товарной категории и видим, что тот или иной товар имеет право на государственное знак качества, есть еще один очень важный этап. Мы отправляем производителю это письмо счастья и говорим, что мы исследовали твой товар, купленный в таком регионе. То есть эта инициатива не обязательно должна быть от него? Производитель не знает о том, что Роскачество исследует его товар никогда. Ага. Поэтому инициатива производителя не будет. Это веерные исследования, которые производятся нами по всей стране в разных товарных категориях. То, что производитель попадет, его товар попадет в это веерное исследование, производитель, конечно же, не знает. Он получает у нас информацию о рейтинге своего товара, о каких-то нарушениях, о какой-то необходимости корректировки в его товаре, или о том, что этот товар действительно соответствует государственному знаку качества, соответствует всем опережающим стандартам. И вот тогда начинается еще один важный этап для того, чтобы убедиться, что действительно этот товар произведен не единожды таким качественным, что этот товар может производиться каждый день такого же классного, отличного качества, достойного государственного знака качества. Мы проводим сертификацию производства, где разбираем производство на составляющие и убеждаемся в том, что действительно мы можем честно вручить данному товар государственному знаку качества. При этом это делается, как всем известно, за федеральный счет, за счет наш с вами, за счет налогоплательщиков, бесплатно для производителей, бесплатно для торговых сетей. Но получение этого знака в серьезной степени увеличивает продажи, как я уже сказал, а значит и продвигает этот товар среди лояльных потребителей. Тогда пожелаем вам и нам, чтобы этот список рос и расширялся. Спасибо большое, что вы нашли время к нам прийти. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok